здравствуйте уважаемые друзья много вы спрашивали много вы спрашивали кто убирает у нас на проекте я обещала видео снять смотрите там целый штат сотрудников которые за нами убирают то есть их наши вот эти женщины и они все время троцкого то не любили но они говорили боже мой после него убирать это что-то с чем-то он так любил знаете с размахом готовить и мука там яйца там конечно было сложновато сложно было еще этим людям женщинам убирать после черных битв потому что когда черные битвы там уже шла борьба не на жизнь а на смерть и бить тело и масло и продукты на пол не только не то что мы швырялись а так получалось что во время битвы у нас падала разливалась и конечно же все особенно им было тяжело помните после конкурса сфер шоколадной сферы но они такие женщины видимо очень любящий мастер-шеф и проникновение у них такое проникновенное отношение к нам было знаете они нас всех знали видимо смотрели нас так живую а потом по телевизору не были свои любимчики я знаю что денежку валентина очень любили там такие мужчины на охране охрана там была охрана пункт и мужчины такие взрослые они так все время за нее переживали что-то она такая их него же возраста они там младше были вот наташа чупри говорила что вот ее очень любят даже там приглашали ее денежку меня не приглашали я кстати сижу с таком павильончике где покажу суши делаем вот так видите вот ну вот убирают уборщицы это на павильоне на павильоне на павильоне убирают уборщицы мы ничего вообще не делаем там есть и продюсер который мог бы и нам готовить кушать всю еду администратор заказывала в ресторане это заказал ресторан и нам привозили таких коробках если мы не успевали покушать на павильоне там часто мы завтракали а если не успевали завтракать то нам привозили с ресторана администратор заранее договаривалась нам привозили с ресторана и там готовили ничего абсолютно мы после себя не мыли то есть у меня был такой маникюр ногти мне были и вот как я пришла на мастер-шеф так она у меня оставалось два почти три месяца она мне оставалось что я абсолютно никакую посуду не мыла когда наташа чуплик там что-то она ныла его наташа ты здесь здесь такие плюсы есть и не готовишь не убираешь за детьми не смотришь только свой постель надо застелить и все то есть все мыли все убирали вот эти женщины и было довольно много во время конкурса они там сидели они должны где-то рядом находиться они там сидели и там что-то уже выбирали на пусть что-то упадет вот разливается масса посолочные тоже надо быстро убрать да вот они с удовольствием наблюдали за процессом изнутри процесс был всех они нас знали по именам многие из мастер-шефов конечно ну как бы их не замечали вот ну не знаю я замечал я отростки вот они троску очень любили потом когда даже приехала потом через месяц приехала я всем подарки провезла они так удивились они не могли поверить там одна вот оксана другие я такие на эти шали платочки и они как правят это на я говорю ну да вот как-то так были приятно удивлены не знаю как-то очень тепло таким людям отношусь у них тяжелая работа и простые вот гримеры например у нас граммировали тут тоже все это убрать все это женщины то есть мы абсолютно абсолютно ничего мы не делали абсолютно стирали насчет того что спрашивали вы меня кто стирает эта одежда мы же каждый день одну и ту же одежду да носим ну смотрите конце вечера вот мы должны были эту одежду так сохранить что водители на следующий день а если мы испачкались нужно было постирать и буквально чуть ли не утюгом гладить были такие ситуации когда вот мы стирали заворачивали их полотенца так что больше влаги ушло и на следующий день если еще влажная забирается в павильон и там гладили 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 до тех пор гладили пока она не высыпала как-то наташа чуприк помню аж но она перепутала и перед тем как этим интервью она постирала кинула стирку нас на павильоне была стиральная машина она кинула стирку и забыла а игорь дизина интервью на год как я же как я тут тоже одежда надо пойти на интервью чем-то был целый день позже звонили главному стилисту еще кому-то как-то там в общем решили подбирали какую-то специальную кофточку который очень было близко похоже на то это огромная проблема если вы вдруг постирали вещь и вам надо идти на интервью это очень большая проблема что я ну что там выше говорю про спрашивали про того кто убирается на минимум рассказала что специальные женщины про вещи то что так тоже рассказала но не знаю я сейчас буду делать серию видео я не хочу все в одном видео рассказывать хочу было много видео чтобы меня было много просмотров а просмотре это деньги уже понимаете вот такая меркантильная баронесса